В эфире библейский портал Экзегет. Какой он современный миссионер? Пришел к нам такой вопрос. Знаете, это очень сложный вопрос, а очень тяжелый, потому что традиция Русской Православной Церкви очень во многом утратила понимание и умение быть миссионером. Это связано с тем, что миссия была нужна в XVIII-XIX веке только на окраинах империй. Внутри все народы были крещены, кроме некоторых, и с ними была уже отдельная полемика. И мы знаем, что в духовных школах была только одна духовная школа, это Казанская духовная академия, где был миссионерский факультет. Людей посылали к Алиутам, на Алтай, а в других местах миссионерствовать было не надо. А в советское время вообще нельзя было заниматься миссией. Поэтому мы от нее отвыкли, и почему-то мы считаем, что миссионерство – это что-то такое более характерное для протестантов. Когда мы говорим «миссионер», то у человека современного возникает что-то среднее между конкистадором и мушкетером. Непонятно, что это такое. И арамисом. А на самом деле это не так. «Сердцем веруем в правду, устами исповедуем во спасение. Идите, научите все народы, крестящие во имя Отца и Сына и Святаго Духа». После гонения на христиан, первого гонения, которое в Иерусалиме испытали христиане после убийства святого Стефана, как сказано, все христиане разошлись по окрестным странам, прежде всего в Самарии, проповедуя Слово Божие. Христианин должен проповедовать. Это нормальное состояние для христианина, совершение миссии. Может быть, не обязательно выходить на площади и на рынки, но с теми, кто готов услышать, если мы не говорим, мы тяжко согрешаем. Мы знаем, есть несколько обещаний Божьих во спасение. Первое. «Не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будьте осуждены». Как хорошо. Святые отцы говорят, самый короткий путь в Царстве Божьем – это не осуждение. Господь в притче о страшном суде говорит, что деятельное милосердие, оно помогает человеку быть оправданным на страшном суде и войти в Царство, уготованное для возлюбленных Божьих праведников его. А еще есть слова апостола. Он говорит, если кто обратит ближнего, душу спасет и множество грехов покроет. Когда человек через миссию обращает другого человека, он спасает его душу и свои грехи покрывает. А может быть, и свою душу спасает. Мы совершенно об этом забыли. Почему у нас не получается миссионерствовать? Потому что мы очень часто не призываем благодать Божию в помощь. Я для себя составил такую кратчайшую молитву. «Господи, дай мне слово для этого человека и убереги меня от тщеславия». Потому что очень часто, когда человек думает, что он «вот сейчас я все этому объясню слушателю», и он точно уверует, потому что я такой умный, я так хорошо разобрался, ничего не помогает. Потому что надо стать прозрачным для благодати Божией. Ты никогда не знаешь, какие твои слова помогут Божией благодати коснуться сердца этого человека. Но ты должен принять его в свое сердце, ты должен за него помолиться. Ты должен любить того, кому ты проповедуешь. Если любить мы так быстро, незнакомых людей не умеем, ты должен быть хотя бы через молитву благожелательно к ним настроен. И они должны это чувствовать. Почему? Потому что лучшая проповедь – это пример. Если человек видит истинного христианина, что может быть прекраснее? Это самое убедительное. Поэтому настоящий миссионер, он не только сегодня, он всегда лучший миссионер, но это кто-то святой. А если ты не можешь явить, ну ты тогда хотя бы смиряйся. И просил Бога помощи. Господи, как еще вот можно напоминать себе слова из вечерних молитв Иоанна Златоуста. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Если вот с таким настроением ты будешь проповедовать, то у тебя многое получится. Субтитры сделал DimaTorzok